вы не представляете что только что случилось этого никогда не было у меня не смотрите мою прическу это моя прическа когда я сижу много дома за компьютером у меня вот такая вот прическа видите волосы все стали потому что мозг работает и жара выходит и и дует ветром и поэтому волосы вот короче я сегодня очень много искала и я обычно когда еще много вещей у меня 20 окон открытых да я ищу читаю закрываю 3 окна открывая новых 10 сижу ищу открываю опять спец окнов закрываю 2 и так вот я наверное час искала информацию выискала информацию читаю там все что вот мне интересно потом у меня какие-то новые идеи новые вопросы входят в голову я опять начинаю всех искать опять все эти окна открываются и в какой-то момент у меня просто мое окно стало белым и было написано что какая-то у меня с успешу с активицы и google забанил мой айпи адрес или что-то в этом роде короче я такая думаю что чего google это поисковая машина меня забанил пошел к этому не активность слишком сильная cyber ghost у меня vpn не открыт не работает вирус проверила вирусов нету думаю что я не понимаю что думаю ладно закрыла окно окошко нет я думаю ладно просто обновила сайт то же самое фигня выходит думаю ладно закрыла окошко открыла заново google начала заново искать буквально спустя 3 секунд опять меня забанил я такая что подождала пару минут начала дальше искать и за весь день ничего больше не было я не знаю что то было это был глюк или меня реально google временно забанил по что видимо слишком большая активность с моего айпи адреса выходила я не знаю ну да активность большая потому что я сижу в google google это поисковая машина и я выискиваю информацию я выискиваю информацию я такой человек я не нажимаю там на два сайта и потом выискиваю информацию все нет я выискиваю информацию на 10 различных сайтов я на google было уже на странице 17 я все еще искала окна 20 тысяч штук у меня открытые так вот происходят мои поиски не очень сильно что с голова болит и глаза и вообще не спина болит поэтому я завтра не буду за компьютером сидеть завтра пятница я пойду по магазинчикам похожу посуду чем новенького дом поубираю вот это будет моя активность чтобы то что спина болит два два три дня три дня без перерыва с самого утра до самого вечера сижу за компьютером делаю вещи выискиваю вещи занимаюсь важными делами просто за компьютером не двигаясь и заметно как мне начала спина болеть поэтому завтра надо немножко отвлечься побыть активно и походить погулять все дела папа сагинаться поэтому да очень просто странно у вас такое бывало у меня это первый раз и кстати вчера дела мужу блинчики даже не рассказала он после работы мне звонит всегда и обычно всегда спрашивать что сегодня у него на обед на обед на обед на ужин на ужин я вам сказала что будет курица с картошкой курса картошка была прошлый раз я такая курица с картошкой просто знаю он не особо это хочет он такой внуки а потом он приехал домой увидел что блинчики я готовлю и он прям очень обрадовался он так так что делать и сюрпризы вашим мужьям даже какие-то такие вот маленькие сюрпризики ничего особенного за те просто мужик хотел месяцами блины выпрашивал и тут невзапно он неожиданно пришел домой думаю что будет это как всегда курица с картошкой уже устал не могу я же прошлый раз ел а тут блинчики сразу глазки засветились он сразу так она так что да даже с вот такой вот мелочи можно порадовать с человека я такая стрёмная купила лак для собак лак для собак он на воде он не токсичный он быстро высыхает я взяла именно такой вот красивый цвет по что я подумала для чаркиных ногтей она у нас беленькая шерсть беленькая ногти светлые будет очень красиво выглядеть и вот мада лежит такая чарка ты знаешь что я сделала ты знаешь что я делала я только что тебя покрасила ногти впервые в твоей жизни ты как мамка мама любит ногти красивые собака имеет красивые ногти блин я ехала быструю скорость и за мной были машины и я птичку сбила она почему-то летала и прямо перед моим бампером вылетела я не могла остановить ничего птичка маленькая была но я звук услышала ну вроде я смотрю на нигде не валять она такая маленькая может если она упала бы на пол но я ее не видела может быть она стукнулась и потом наверх улетела я не знаю себя так плохо теперь чувствую я не люблю такие вещи я даже белок не убиваю я вообще всегда торможу если какие-то зверьки я тормознула потому что я видела но за мисс за мной были машины я ехала быструю скорость и не могла просто резко тормознуть а я так бы тормознула бы если никого не было сзади жалко надеюсь она не умерла знаете что самый парадокс что некоторые люди платят дофига денег чтобы купить себе биггелов а держит их в огороде как идем держит их в огороде знаете как игрушки то есть они платят столько много денег чтобы получить две породистых биггелов относятся к ним как говно в то время как некоторые дворняжки которые вообще никакую ценность не имеют больше их любят и для как бы у кого-то человек это дворняжка больше ценности дает чем для тех людей которые купили за большие деньги породистых а не всегда в огороде всегда я у я у я у я была только что в магазине и я решила я вам покажу что я купила купила мелочевку потому что ну ничего такого особо не было что я хотела и и то что мне понравилось я взяла короче мне надо было такая насадка купила за 5 баксов потому что наша сломалась и там снизу вытекает вода мне это очень бесит купила вот такую вот новую то же самое что у нас было 8 разных этих как можно поливать только другой бренд за 5 долларов думаю норм потом я себе купила такую штучку это сейчас кстати моде да вот мы знаем это вроде от русских да вот эти штучки исходят или нет но это силиконовая в маршалсе в тидже макс взяла за 4 долларов вот такая вот упаковка вот реально смотрите круто вот так вот делаешь я не знаю если я правильно делаю вот классная вещь буду себе делать массажик а иногда наверно хорошо когда еще кремом намажешь ноги и потом будешь этим делать потом я купила чаруне попробовать такие вкусняшки яки сталман это рыбка они очень твердый то есть и придется реально хорошенько грызть и я такие маленькие использую когда мы ходим гулять я кстати обычно их еще нарезал меньше так как они твердо не могу я такие вот типа что-то этого покупаю и потом у меня такой пакет всегда валяется в моей сумке с которой я с чаркой хожу гулять потому что мы гуляем я всегда с ней занимаюсь всегда какие-то даю вкусняшки за хорошее поведение вот поэтому да ты соскучилась так далее я купила она вот это увидел это 20 долларов это дорого это не стоит 20 долларов но мне так это понравилось и я решила для кухни будет самое то мне же придут полки которые обоим хочу повесить над кофе баром и вот это туда же это просто будет 20 баксов стоило но я хочу повешать как вот на картинке на стенку у меня как раз есть тоже растения которые подойдут по размеру суккуленты и потом еще другие растения и вот я реально это тоже так поставлю и это можно повесить на на стенку и будет такая красивая полочка мне такие вещи очень нравится и с моим кофе баром подойдет по что у меня кофе бар тоже деревянный металлические это будет очень хороший сочетаться поэтому 20 баксов это не стоит но это оригинально поэтому других магазинах такая вещь будет стоить дороже поэтому 20 баксов ok и потом я купила 3 майки потому что ну техас жара все дела кстати вы знали что в европе сейчас прям историческая жара прямо не рекорд сделали тогда это как бы давным-давно так жарко не было как сейчас у них а у нас техасе наоборот это лето достаточно прохладно прохладно в том плане ну 35 33 градуса обычно 40 42 а сейчас у нас вроде как дно достаточно холодно для нашего штата и вот время года обычно гораздо жарче поэтому в европе жара все умирают у нас ну тоже жарко но необыкновенно холодно для вот этого лета вот я купила три майки одну такую сколько на 6 долларов стала я уже сняла бумажечки по что я стирать буду ложить вот такая простая серая на каждый день сочетание с моими там шортами и юбками подойдет потом за 12 взяла так у меня она мне очень понравился первых мне понравился цвет и во первых мне понравился вот стиль она такая базовая простая прикольная на каждый день опять же с черными леггинсы шортами или вообще там светло-синие темно-голубые шорты ну короче прикольная майка к всему подойдет и у меня такая майка уже есть я просто дала другой цвет это вообще-то из секции woman plus woman плюс для женщин plus size я люблю смотреть там себе майки потому что для них это как бы короткие майки для меня это как бы майки которые могу под леггинсы носить вот поэтому я такую за десятку взяла она будет вот так вот у меня висеть и она такая красивая легкая длинная и у меня леггинсы с рюшками короткие очень прикольно выглядит данное это все что я купила по что ну ничего такого особо в магазинах не было перемирала ниже подойди сюда вот это что-то вообще держит он кушает да короче последние дни у меня я же с брата думали опять слюни текут я слюни текут я не могу прям мне прям мурашки по коже я не знаю что это у меня вообще такого редко бывает потому что я не из тех людей которые прям какой-то знаете очень как-то реагируют на еду для меня как бы это еда еда я как бы не какой-то там фетиш еды поэтому у меня никогда таких эмоций нету короче томатный сок мне так захотелось томатного сока я целый томатный сок за весь день выпала я прям его пила я его глотала не и мне так было хорошо я прям сейчас про него думаю опять слюни вместе с томатным соком я себе сделала салат из помидоров огурцов немножко соли оливкового масла я это помидоры запивала томатным соком это было так хорошо я это несколько дней подряд делала и теперь мне опять хочется я не знаю что это у меня такого редко бывает может быть перед месячным я не знаю но опять же у меня такого никогда не было не бывает для меня это не нормально я не знаю что происходит может быть воем теле что-то не хватает почему я так хочу помидоров я так помидоров люблю но что прям томатный сок мне хотелось что мне прям слюни и мурашки по коже когда я про него думал меня такого никогда не было поэтому сейчас я пойду себе делать салатик из помидоров с огурцом и все это запивать с томатным соком а завтра в магаз как раз можно будет купить больше помидоров и больше томатного сока ну вот это у меня получилось это на потом томатный сок и вот мой простой просто салатик обожаю о май год я сейчас это смотрю у меня слюны собираются что со мной не так может это лето может это жара хочется что свеженького холодного и может быть это это я не знаю ну прям вот этот беру не знаю хорошие нехорошие я просто посмотрела он такой вот не прям сок сок а он такой вот толстенький немножко вот кусочки и он вроде был недорогой 50 калорий ну вроде норм вкусно вкусно завтра себе еще куплю только что поехала почту проверять и знаете что мне пришло в голову надо погубить потому что мне нету нашего почтового ящика у нас как бы есть место где все почтовые ящики нашего района и все туда приезжают и у них свой ящик и они забирают почту но этих почтовых ящиков например наш почтовый ящик это номер 171 но этот номер никак не связан с номером нашего дома на этом почтовом ящике нету ни фамилия ничего откуда они знают что наша почта на эту имя на эту дорогу идет в этот ящик почему ящик не делают по фамилиям или по крайней мере цифра нашего дома это очень непонятно цифры откуда почтальон знает кому какие письма делать мне вот прям вопрос ну короче вчера на амазоне заказала трое вещей и сегодня не пришли у меня проблема в том что я заметила что у меня очень много варискоза ну вот эти легкие вены которые не чувствуются ну которые вот уже появляются на ногах в один просто день я посмотрела я заметил что у меня их очень много я не помню что у меня таких много было и мне это конечно не нравится по что мне всего лишь 28 чего так рано у меня тоже все началось да как бы я понимаю что я достаточно белая что может быть из-за этого тоже хуже видно но местами реально не появились их не было и мне это не нравится и я случайно вчера наткнулась на видео одной девушке которая смотрю не с чем наткнулся я смотрела видео и влог и в этом видео она говорила про какой-то какие-то таблетки которые набрала на букву d не помню как называется дигистин дивисигин чего-то в этом роде диагносон это таблетки которые помогают для вен и она прям расхвалила этот продукт что типа у нее вены вокруг носа исчезли и уме там варискоз где-то там начинался и он исчез и я такая подумал я почему-то сразу начала гуглить если за россии можно импортировать купить в америку а потом когда увидел что такого нету понятно что этого нету я подумала почему бы не посмотреть состав и потом посмотреть если у нас в интернете можно найти таблетки с каким составом угадайте что нашла 23 доллара 180 капсуле называется хэсперидин и диосмин 1000 миллиграмм так вот у этой девушки чем она пользовалась там был хэсперидин 100 миллиграмм кажется и диосмин 500 у меня диосмин 900 и я буду это пробовать посмотрим лес это поможет может быть это поможет чтобы они у меня исчезли и по крайней мере перестали может быть так много быстро выходить попробуем если у кого-то есть опыт с хэсперидином и диосмином напишите в комментариях кто такими таблетками пользуется или про что-то этого знает варискос называется ну вот этим вот маленькие вены которые не чувствуете кури просто маленькие легкие вот начинают их быть видно на ногах вот и потом я еще заказала крем кстати немецкий кройтер хуф это крем из ротем вайн лауп так как это вот это листья и этот крем должен помогать тоже венам и снаружи поэтому почему бы не попробовать made in germany попробуем 12 долларов он стоил буду пить таблетки и сверху еще вот им пользоваться и дальше просто муж заказал новую sd карту для телефона 256 гб и здесь даже sd адаптер идет с ним так что теперь на телефоне у меня будет еще больше памяти у меня шо 65 а теперь 256 это все а 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Спасибо за просмотр! Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Вот Я не знаю, что она делает Ты очень смешная, Чаруни